Двукратный олимпийский чемпион. Чемпион в трех дивизионах по профессионалам. Ну, ты знаешь, если вот действительно перечислять все-все-все титулы Василия Ломаченко, начиная с любительского бокса, заканчивая тем, чего он добился, в профессиональном боксе, то тут, наверное, все 12 раундов уйдут. Вот так вот приветствует публика в Лас-Вегасе, участников главного поединка этого вечера. Да. Посмотрим, как творится история возвращения Василия Ломаченко после поражения. Последнее наставление от рефери. Что касается японца, у Накатани нет яркого нокаутирующего удара, но есть скорость, и вполне вероятно, что именно за счет скорости и длины рук он будет пробовать останавливать атаки Василия в этом поединке. Накатани отлично чувствует дистанцию, в него сложно попасть. Он постоянно проводит атаки джебом, часто бьет сдвоенный джеб и почтальон. И до тех пор, пока Лопес сам не шел вперед, у Накатани получалось проводить атаки навстречу и встречать его с дистанции. Но затем Лопес вынудил Накатани работать первым номером и идти на него. И у Накатани сразу же стали возникать проблемы. Посмотрим, как будет действовать Василий. Как правило, первый раунд Василий всегда отдает, присматривается к сопернику, не выбрасывает много ударов и уже со второго раунда начинает действовать активно. Но вот что-то похожее и начинает сейчас происходить. Аккуратен Василий Ломаченко. Как бы там не подгоняла публика в Лас-Вегасе. Пока контролирует дистанцию, Накатани не сближается сам, ждет атаки от Василия. Конечно, очень высок японец на фоне Василия Ломаченко. Вопрос лишь только в том, насколько ему поможет это преимущество в росте. Сильнейшей руки попадает в голову сейчас Василий. Хорошая была атака со стороны Ломаченко. Здорово ворвался на ближний диспансер. Еще один удар. Вот это попадание с сильнейшей руки опять. Ну, мы говорили о том, что Василий предпочитает постепенно вкатываться. То есть первый раунд немножко осторожничает. Но, как мы видим, форсаж постепенно включать начинает уже сейчас. По всей видимости, Василий хочет сделать заявление. Потому что Лопесу не удалось завершить поединок досрочно с накатанием. Ломаченко хочет это сделать. Да, и вполне возможно, что есть такое намерение поставить не просто точку в этом противостоянии, а жирный восклицательный знак. Выбрасывает снова джеб на катании. Ждет атаки от Василия. Еще одно попадание. Сильнейшей руки от Василия Ломаченко. Перекрылся от встречной атаки. Заходит в ближнюю дистанцию. Опять попадает. Так. Постоянно Ломаченко терроризирует дальней рукой Лопеса. Когда входит в ближнюю дистанцию, разрывает ее. Вернее, на катании. И вот здесь на катании пока проигрывает по скорости Василию. Так, а у Василия сечка образовалась, кстати. Видимо, при сближении как раз, когда входил. Было ли там столкновение головами? Так, по корпусу бьет на катании. 30 секунд до конца первого раунда. Перемещается активно Ломаченко. Тут нужно избегать, конечно, попаданий, чтобы не усугубить вот это рассечение. И чтобы, в свою очередь, катмены в перерыве сделали свое дело и остановили кровь. Да, но такое часто бывает, когда левша встречается с правшой. Столкновения неизбежные. Я думаю, что катман Василия поработает сейчас активно. Я знаю, чего хочет их агент. Я знаю, чего хочет его агент. Олег Борисович сказал, что вы лучше. Это легенда. Нам нужно, чтобы Сашку вел другой агент. Сколько нужно денег-то скажи? У меня все клиенты бегут, начитавшись всякой хренью. Я с Крюком работаю, а он для меня больше, чем агент. Я тебе новый сезон, ты же сам видишь. Я обязательно подпишу Евтюхова. Никто не смеет трогать моих клиентов. Ты хочешь играть в бейсбол? Профессиональный спорт – это очень большой страсть. Он плохой агент и не бизнесмен. Он не понимает, что деньги должны работать. Давай мировую. Мировую? Давайте. Друзья, сейчас как раз мы смотрели повторы и стало очевидным, что как раз-таки вот это растечение, которое появилось у Василия Ломаченко, образовалось вследствие столкновения головами. Да, но катман Василия Русабнер здорово поработал и уже мы видим, что все в порядке. Поединок продолжается. Первый раунд остался за Ломаченко. Ломаченко, безусловно, за счет левой руки, которую он несколько раз включал активно в работу и доставал плотно. Работал практически как отбойным молотком. Да, ничего пока на катании не показал в первом раунде. Смотрим дальше. Поджимает Василий, опять попадает сильной рукой. Ну что-то тут уже в борьбу пошел на катании. Попал Ломаченко. Здорово. Дальней рукой. Поединок продолжается. Пытается сблизиться. Японец бросает джеб. На катании не поспевает за Василия. Очевидно, что ему нужно работать первым номером. Потому что когда он ждет атаки от Ломаченко, он не видит эти удары. Что, собственно, не мудрено. Работает корпусом Василий Ломаченко. Опять подшагивает. Постоянно дергает, дергает. Перекрылся от бокового. Боксер из Украины. Притингует Василий. Клинч. Хороший уклон. И опять заходит в клинч. Но даже из клинча при малейшей возможности Василий выбрасывает удары. Опять здорово слева заряжает Василий Ломаченко. На катании пока никуда не спешит. Снова он пытается раздергивать Василия. Пытается заставить того пойти на него. Но при этом, когда Василий идет в атаку, он доносит удар до цели. На катании не успевает на него ответить. Снова клинч. И опять идет вперед Василий. Джеб тут же сбоку бросает. Подсаживается. Еще один удар боковой заходит у Василия Ломаченко. Мощный. Ну и на катании, как классический японец, хорошо держит пропущенные удары. Мы отмечали как раз таки, что у японских боксеров хорошая выносливость и стойкость. И на катании не исключение. Как раз таки. Ну, по крайней мере сейчас. Да. Всего лишь два раунда. Может быть, немножко рановато, но, как мы видим, удар он пропускал достаточно тяжелый, а выглядит при этом весьма неплохо. Еще одно попадание от Василия. После поединка с Хосе Педрасой Василия стали называть Матрицей в США. И говорил Василий, что сейчас будет перезагрузка Матрицы в этом поединке. И тот сбой, который произошел в поединке с Теофимом Лопесом, мы устраним. Прошел еще один раунд, и поединок складывается очень интересно. Датчане считают, что мир движется в правильном направлении. Ведь в нем появилось безалкогольное пиво «Карлсберг Zero Zero Пилснер». Пожалуй, лучшая новинка «Карлсберг». Успей оформить карту Тинькофф Блэк до 30 июня и получи бесплатное обслуживание. Навсегда. Навсегда. Датчане считают, что мир движется в правильном направлении. Ведь в нем появилось безалкогольное пиво «Карлсберг Zero Zero Пилснер». Пожалуй, лучшая новинка «Карлсберг». Продолжается у нас поединок между Василием Ломаченко и Масайоси на катании. Да, третий раунд. Оба раунда выиграл Ломаченко. Сейчас в углу его отец говорил, что не старайся выбросить тяжелый плотный удар. Работай больше комбинационно. Как ты любишь, как ты умеешь. Мы видели, что Ломаченко несколько раз серьезно потряс японца. Но на катании с этим справился. На катании большой акцент делает на джеб. Учитывая то, что у него есть преимущество в длине рычагов. Да, но при этом в скорости явно на катании проигрывает. Ничего не может с этим поделать. Да, и Василий успевает читать все его задумки. То есть, если даже что-то и долетает, то жесткий, плотный выставленный блок. Непонятно, почему на катании не выбрасывает правый кросс. Классическая комбинация. Контролируешь дистанцию джебом против левши и правый кросс навстречу. Но пока этого нет. Пока только передняя рука у на катании работает. Ломаченко попадает как раз-таки кроссом. Здорово попал Василий Ломаченко. И опять как же здорово держит удар. Вроде бы голова отлетает в сторону и восстанавливается, как ни в чем не бывало. На катании. Опять же, в интервью, вот сейчас попадает Ломаченко. В интервью Василий говорил, что в поединке с Лопесом он заметил, что его удары не несут такого урона, как раньше в предыдущих весовых категориях. Что бойцы не отлетают в этом весе от его ударов. Но при этом он берет свое за счет скорости, за счет рефлексов, движения головой и передвижения на ринге. Как всегда. Ну и на катании демонстрировал, что он готов драться. Даже так немножечко бравировал и открывал лицо. И по корпусу бьет Василия. Но тут не все легитимно. Да, Василий всегда бьется чисто. Не является грязным боксером. Даже в поединке с Солида, мы помним, как здорово боксировал Василий. А Солида раз за разом пытался сделать этот поединок грязным. Джеб в блок. Еще один вылетает на катании. Бросается вперед. Японский боксер снова. Да, и пытается перехватить инициативу на катании. Действовать поагрессивнее, бить поплотнее. Он понимает, что ничего не остается, кроме как рисковать. Потому что иначе он проиграет этот поединок. И снова попадает Василий. Это нокдаун. Нет, нокдауна не было. Да, потерял равновесие на катании. Хотя, конечно, визуальное впечатление оставалось именно таким. После ударов. Поплыл, да, и потерял связь немножко с реальностью на катании. Но, как мы видим, это совсем не так. Раунд за Ломаченко. Он загоняет меня в рамки. Он ограничивает мою свободу. У меня опускаются крылья. Ну вот как? Как в таких условиях оставаться собой? Может, вы просто не тех выбираете? Выбирайте кэшбэк на все, без условий и ограничений. С кэшбэк-картой Райфайзенбанка. Твои глаза такие чистые. Вы всю дорогу меня будете снимать? Зря только пленку тратите. Почему нам кажется, что мы тратим? Мы копим. Копим эмоции, впечатления, радость от новых встреч. Хорошо, что жизнь не карта памяти и позволяет копить столько, сколько хочется. А мы ролик-то снимать будем? Меня все сняты. Ну что ж, продолжается поединок. Василий Ломаченко против Масаёси на катании. Призывали сейчас Василия работать больше комбинационно. Вновь не вкладываться в один удар. Хотя этот удар у Василия проходит. Да, ну и вот так. Периодически низко подсаживается Василий. Пытается подобраться поудобнее. И опять же, вложится при возможности, конечно. По сопернику. Да, пока не видно, за счет чего на катании может выиграть этот поединок. Ни одного точного попадания хорошего не было. Но, в принципе, Василий Ломаченко ни с кем не пропускал такие плотные удары. Наверное, самый близкий поединок, если вообще брать его карьеру, был на Олимпийских играх 2012 года с кубинцем Есниером Толедо, который Василий все равно выиграл убедительно. Но даже до этого, мы помним, и с Альбертом Селимовым, как бой сложился для Василия и в профессионалах, близких поединков у него, в принципе, не было. Ну, ты знаешь, мне кажется, чтобы у на катании что-то начало получаться, тут Василий Ломаченко должен допускать технический брак, а он его не допускает. Ну, безусловно, какие-то мелкие огрехи есть, куда без них. Все мы живые люди. Но, в целом, очень качественно отрабатывает Василий. Да, вот снова несколько боковых ударов от Ломаченко до цели. Доходят. Полторы минуты еще работать в четвертом раунде. Опять подшагивает Василий Ломаченко. Уклонился, перекрылся. Попытался достать двойкой Масайоси на катании, но не получилось. При этом характера, конечно, не занимать Масайоси на катании, он будет работать до конца. И мы помним, как он с вердеха падал несколько раз, оказывался в нокдауне, но всегда вставал, шел вперед и в конечном итоге выиграл тот бой. Но снова мимо. А вот Ломаченко попадает. Клинч. Снова передней рукой и тут в корпус. Выцеливает. Да, и вроде бы показал... Промахивается боковым, сам пропускает сильнейшей руки от Василия Ломаченко. Показал Ломаченко, что пробил ниже пояса, но на катании сказал, ничего, все в порядке, работаем дальше. 20 секунд до конца четвертого раунда. Входит в ближний бой. Периодически Василий пробивает, но там и есть свои неплохие моменты у Масайоси на катании. Заканчивается раунд. Ну и по-прежнему... Ой, хорошо, джеб залетает. Ну и по-прежнему лидирует по всем статьям Василия Ломаченко. О, раз! В нашем Тархуне есть Тархун. Ты тебе застану. Черноголовка. Голос природы. Снова капучино по рубашке растекся. Попробуй новинку Ариэль Экстра Окси. Он создан специально для пятнововведения, глубокое и мощное очищение. Забудьте про пятна, теперь их нет. Новый Ариэль под Экстра Окси эффект. Наша капсула номер один для гигиенического очищения. Сраните в недоступном для детей месте. Народ, всем бадлайт безалкогольный. Гигиний! Его светлость бадлайт безалкогольный. Дили-дили. ДИЛИ-ДИЛИ Выигрывает бой сейчас против Масайоси на катании. Посмотрим, как сложится дальше для японского самурая этот поединок. Гонится он сейчас за украинцем. Занимает центр. Пытается контролировать дистанцию. Ну и Василий по-прежнему, ой, хорошо, хорошо сейчас отстрелял джебом. Без каких-либо серьезных ошибок действует во всех раундах. Да, дает возможность на катании сблизиться Ломаченко. Ломаченко нанес сдвоенный джеб достаточно неплохо и ушел на безопасное расстояние для себя. Пока на катании ничего не может сделать в этом бою. Снова джеб. Попробовал апперкот бросить на катании и пропустил. С передней руки от Василия Ломаченко, пока сближался. Очень хорошо прочувствовал оппонента сейчас. При этом пробил сам корпус. На катании достаточно плотный удар. Так, снова столкновение там было. И продолжает Василий поджимать. В обод руки попробовал попасть, не получилось. Что еще предпримет Василий Ломаченко? Не попадает Василий здесь. Опять заклинчевались, едва не свалились на канвас. Попадает джебом. Да, хороший джеб залетел на катании. Удар в корпус. И здесь мы видим, что из клинча действуют боксеры. Продолжается поединок. Такое ощущение, что слегка остановился Василий в этом раунде. Но при этом комбинационной работы от него, как в предыдущих, мы не видим. То есть раньше он плотно вкладывался, но сейчас не вкладывается, но при этом и не выбрасывает удары. Да, но идет в ближнюю дистанцию. Опять заклинчевались. Высоко поднимает руки Василий Ломаченко. Опять клинч. И на разрыве из клинча выбрасывает удар сильнейшей руки в голову. Еще раз в голову. Левый кросс от Василия. Здорово. Уклоняется. И двойка разрядился по корпусу. Плотно Василий Ломаченко. Неплохо бы увидеть повторные атаки от Василия. Как он умеет это делать. Как мы привыкли видеть. Но пока, пока дает возможность поработать на катании. И пропускает на катании. Это нокдаун. Это нокдаун. Опять показывает, что потеря равновесия, но счет открыт. Упал после бокового удара на катании. Поединок продолжается. Не хотел признавать нокдаун. Японец и понять его можно. Один свайп и абоненту Теледва улетает гигабайт. У Теледва другие правила. Мы стираем границы. Только с Теледва можно бесплатно. По всей стране интернетом делиться. Теледва. Другие правила. В нашем Тархуне есть Тархун. Черноголовка. Голос природы. Я за продуктами. Иду за продуктами, а сам на футбол. Пока Сбермаркет идет в магазин за меня. Попробуйте и вы. И получите продукты в день заказа. Ваш заказ собран. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Итак, продолжается поединок. Масаёси на катании против Василия Ломаченко. Василий заработал нокдаун в предыдущем раунде. Да, половина дистанции позади. Из 12 отведенных раундов. Ну и попробует сейчас на катании как-то реваншироваться. Хороший удар. Получится ли? Да. Вот какой ответ вылетает тут же от Василия Ломаченко. Прошло 5 раундов. И пока Ломаченко все контролирует. На катании идет вперед. Начал выбрасывать дальнюю руку. Понимает, что это его главное оружие сейчас против левши. И нужно активнее это делать. Но вот навстречу джеб пропустил. Выцеливает. Ну и опять, по-моему, удался удар на катании. Вот сейчас не долетел. Попытался снова справа пробить. И в голову еще два удара. На катании идет на добивание Василий. Не понимает, что сумел потрясти соперника. А на катании держится. Еще один боковой. Канатом поджал. И снова попадает Василий. Сумасшедшая стойкостью на катании. Пропускает тяжелейший удар с левой руки от Ломаченко. И отвечает на катании при этом. Он не просто пропускает и плывет. Он продолжает боксировать. Клинч. Полторы минуты еще работать. Девый точный удар от Василия. Не поспевает за своим оппонентом. Да, и где-то даже так немножко на отмашь действует. Где-то вслепую на катании. Лома-лома поддерживает публика в Лас-Вегасе. Василия. Василий готовит свою атаку. Понимает, что может взорваться в любой момент. И его удары пройдут. Но вот в корпус попадает на катании. Опять же, Василий в интервью говорил, что смотрел поединок с Вердеха на катании. И понял, что японец не сдастся. И будет биться до конца. Вот снова боковой. Ну, немножко скользь он, по-моему, прилетел. И вот сейчас сильной рукой опять заряжается Василий Ломаченко. Пытается немножко так подвязывать руки на катании своему оппоненту. Подсаживается Василий Ломаченко. Двойка в исполнении на катании. Да, бдительность, конечно, ни в коем случае нельзя терять Василию. Пропускает с дальней руки на катании. Снова удар. Не видит эти кроссы. Раунд завершен. Миша, травы Байкала ждут. Да не тебя. Черноголовка. Голос природы. Сложные загрязнения? С ними справится только главный по жиру. Для посудомойки у меня есть новые капсулы Ферри Платинум Плюс. Они очищают, растворяют и удаляют самые сложные загрязнения с первого раза. Лучше самых продаваемых таблеток. Да, блестящая работа. Новый Ферри Платинум Плюс. Босс чистоты. Черкизово представляет. А для космической фигуры ветчина нежная и 100% мясо индейки. Черкизово. Во все холодильники страны. Ну что ж, на очереди седьмой раунд. Василий Ломаченко против Масайоси на катании. Смотрим. Раздергивает джебом на союзе на катании. Василий Ломаченко, кажется, так на отходах работает. Не форсирует свою атаку. Пропустил в передней руке Василий. Тут нужно, конечно, быть поосторожнее. Что примечательно, на катании в поединке с Лопесом активно пользовался джебом для контроля дистанции. В поединке с Вердеха этого джеба не было. И там на катании пропускал больше, чем с Лопесом. И вот сейчас мы видим, что здесь тоже мы не наблюдаем джеба с его стороны. То есть вроде бы он и показывает иногда, но лишь временами. И Ломаченко попадает. И вот сейчас хорошее было попадание у Василия. В клинч затащил его на катании. Дает возможность на катании Ломаченко выйти на ближнюю дистанцию. Но Ломаченко пока не действует. Отходит назад. Периодически Ломаченко здорово взрывается. Там сближается и передней рукой попадает. Еще одна атака от Ломаченко. Голову еще раз снизу. Несколько боковых прошли у украинца. На катании все терпят. На катании продолжает все стоически выдерживать. Мне кажется, если бы Ломаченко включился на полную. И стал выбрасывать свои многоповторные комбинации. То уже шансов у на катании бы не было. Но он дает возможность восстановиться на катании. И после каждой своей атаки посматривает на него. В каком он состоянии. Джеб на скачке от Василия. Вот снова спокойно Василий сближается. Пропускает джеб. Бойной джеб. Но такой больше тычок получился у Ломаченко. Снова центр занимает на катании. И по корпусу здорово Ломаченко пробивает. Еще один сдвоенный джеб. Да и дальней рукой отвечает на встречу на катании. Которого уже заплыл один глаз и едва не закрылся. Ой, хорошо. Как сильнейшие руки снова в голову четко. Ломаченко прицельно пробивает Василий Ломаченко. Опять клинч. Причем подходил врач в угол на катании и спрашивал, видит ли он тем глазом. То есть вопросы уже возникают. Вполне возможно, что в дальнейшем не дадут продолжить. Слушай, на катании, по-моему, такой самурай, что он и с двумя закрытыми глазами выйдет в ринг. Это понятно, но врач может не допустить. Еще один. Удар проходит и снова атака от Ломаченко. Великолепно действует Василий. Хай-тек вернулся. Раунд выигран в честую. Итак, послушаем, что сейчас скажет отец Василия. К сожалению, нам не было слышно. Смотрим еще раз. Великолепно ушел Василий от атаки оппонента. Смотрите. Вся техника бокса во всей красе. Да, и восстанавливается сейчас на катании. Приводит его в чувство секунданты. Итак, смотрим дальше. Хорошее попадание. И тут же подсел. Поднырнул. И поднимается с ударом Василий. Попал джебом. Добавил слевой. Классика от Василия Ломаченко. Итак, поединок продолжается. Восьмой раунд. Последнее замечание делают на катании. Будут снимать балы. Рыбинок продолжается. Снова в центре. Нагидает джеб на катании. Вот двойка. Вся по защите. Сейчас была от накатания. Но ему нужно больше таких ударов. То есть больше атак. Потому что пока он не показывает абсолютно ничего. А уже восьмой раунд. Опять подкрадывается Василий Ломаченко. И снова с дальней руки четко в подбородок заряжает. Да, левый кросс прошел у Василия. Великолепно. Поединок продолжается. Василий понимает, что ему нужна досрочная победа. Чтобы ярко вернуться после поражения. Ну а с другой стороны, если пройдет всю дистанцию из 12 раундов. Это тоже своего рода плюс. Потому что, как говорится, получил хорошую практику. Продышался. Да, но у Лопеса тогда будет шанс сказать, что я выступил с накатанием лучше, чем у Василии. Да, убедительнее. А вот если Василий сумеет нокаутировать накатание, то здесь вопросов не будет. Ну, вопрос лишь только в том, что и накатание сейчас опытнее, нежели чем тогда, когда боксировал с Лопеса. И снова левый. Ё-ё-ё-ё-ё-ёй. Удар проходит у Василия. И по корпусу. И серия в туловище мощная, как из пулемета от Василия Ломаченко. Закончил правым хуком. Пытается ответить чем-то на катании. Но снова клинч. Минута до конца. Да, на катании гнется, но не ломается. Поджимает на катании, но ударов пока нет. На катании нужно работать первым номером. Нужно выбрасывать комбинации. Стоять и ждать атак от Василия просто бессмысленно. Боковой проходит у Ломаченко. И продолжает поджимать Василий. Дергает, дергает, дергает. Боковой удар. И тут же левый кросс от Василия. Серия уклонов. Опять же, есть поговорка. С боксером дерись, с бойцом боксируй. И как раз таки на катании нужно здесь подраться. Потому что на технике Ломаченко не взять. Это понятно. Нужно устроить рубку. Ну, в рубку не лезет на катании. И пока что проигрывает раунд за раундом. Ну и вот призывают Василия не выключаться после атаки. Что, собственно, он сейчас делал? Он проводил атаку, уходил на безопасное расстояние, ждал какого-то момента и снова взрывался. Шикарное попадание с левой руки от Василия Ломаченко. Ну и вот серия в корпус. И завершающий боковой в голову выбрасывал Василий Ломаченко. И все это, опять же, перенес и вытерпел его соперник из Японии. Опять же, отец Василия говорит, что он тебя ждет, он пытается тебя поймать. На атаке. Не дай это сделать. Но, собственно, Василий и не дает. За счет своей скорости и рефлексов, которые все еще при нем. Девятый раунд. Из возможных 12. Набрасывает переднюю руку на катании. Прошел джеб. Ну да. Но эффективность невысока по-прежнему у японца. И снова несколько боковых от Василия. Из клинча фактически расстрелял боковыми в голову Василий Ломаченко. Василий спокойно сближается. И пытается обходить. Заходить за спину. Да, классика за переднюю ногу. Пытается зайти Василий. Проводит удары и включает активно левую. И сейчас хороший мощный удар. Потрясен на катании. Нужно продолжать Василию. Сейчас попадает Василий. И спасается в клинче. В состоянии Гроги. Японец сейчас находится. Василий должен сейчас развить успех. Потому что на катании умеет восстанавливаться после нокдаунов. Да, и времени для этого ему требуется не так уж и много. Чтобы прийти в себя. Болтает из стороны в сторону. Еще раз. На катании. Слева набрасывает удары Василий Ломаченко. Уже и кровь изо рта идет у накатания. И в туловище всадил на подшаге. И справа добавляет. Еще несколько ударов от Василия. Постепенно начинает уже избивать японца Василия Ломаченко. Встает на колено. Все. Вернулся Василий Ломаченко. Хай-тек. Василий Ломаченко одерживает победу. Но Масченко снова в деле. Браво, Василий. Великолепная победа. Да, это была хорошая, конечно, практика для Василия Ломаченко. Ну и ждем его еще одного возвращения уже за чемпионскими титулами. Да, говорили мы о том, что Лопес возвращается в октябре. Намечен его бой. Он продлил контракт с топ-рэнк. И скорее всего поединок будет именно с Василием Ломаченко. Особенно после такого боя. Ну и правы были мы с тобой по поводу Масайоси на катании. Тут вмешался рефери. Он все равно не сдался. Он готов был ползком продолжать этот поединок. Да, встал на колено после пропущенных ударов. Оказался в нокдауне. И рефери понял, что продолжать нет никакого смысла. Заплыл глаз у Масайоси на катании. И как следствие остановка. Рефери. Бой завершен. Браво, Василий. Да, и взаимная благодарность друг другу за этот поединок. Настоящие джентльмены. Настоящие боксеры. Боб Арум здесь же поздравляет Василия. Говорил в интервью Василия Ломаченко, что с Бобом Арумом они несколько раз пересеклись. После поединка с Теофимом Лопесом. И приятно поболтали. Но при этом после поединка с Лопесом как раз таки Боб Арум заявлял, что удивился мнению Василия, что Василий этот бой не проиграл. Я имею ввиду с Теофимом Лопесом. По мнению Боба Арума, поединок как раз таки спокойно и непринужденно выиграл Лопес. Хотя, опять же повторюсь, мое мнение, к 11-му раунду счет был 5-5. 11-й раунд забрал тогда Василий. И 12-й можно отдать Лопесу. Таким образом, там максимум была ничья. Тем не менее, победу одержал тогда Лопес. Но сейчас это, наверное, уже и не важно, потому что Лопес возвращается в октябре. И мы ждем поединка с Василием Ломаченко. Реванш. А прямо сейчас настоящее. Это Василий Ломаченко, который досрочно выигрывает у Масайосе на катании. Смотрим еще раз, как это было. Сколько ударов пропустил японец. И в корпусе, в голову, и прямые, и сбоку. Да, если есть дух японского самурая, то он в нем. В этом японце. Масайосе на катании. Ну, а с точки зрения качества бокса, то тут, конечно, уровень Василия недосягаем для его соперника. Да, уровень по-прежнему запредельный. Возраст не берет свое. И в том числе в интервью перед этим поединком говорил о том, что вес он спокойно делает. Вес рабочий у него. И никак не сказывается на нем его возраст на данный момент. Пока. Конечно, победить Василия могут только его травмы. Травм у него было много. Много было операций. И никогда не знаешь, какая травма вылезет в определенный момент. Но пока Василий в строю и пока Василий побеждает. И мы имеем возможность наслаждаться его боксом. Да, подождем, что будет дальше. И можно сейчас с успехом говорить, что перезагрузка «Матрицы» состоялась. «Матрица» – это прозвище «Василия в США». Да, в этой стране Василия Ломаченко любят, ценят и уважают. И это мы сейчас прекрасно видели и слышали. Да, как поддерживали Василия. Да, как его только не называли. И «Хай-Тек», и «Но Масченко», и «Матрица». Все про него. Действительно, все про Василия Ломаченко. Уникум бокса. Ну, а для нас просто лома. И против лома нет приема. Нет приема. Уходит «Масайоси» на катание. Действительно, воин, настоящий самурай. Пытался провести хороший поединок. Пытался что-либо показать, но против Ломаченко это... Старание не отскажешь. Ну что, наше поздравление Василию Ломаченко с этим блестящим возвращением в ринг. Да, великолепное выступление показал Василий. Браво!